16 июня в Владивостоке состоялась презентация эстафеты огня седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Старт исторического события запланировано 24 июня. По традиции факелоносцы пройдут посвящение и только после этого состоится зажжение огня. Затем его доставят в Приморье. И с 30 июня эстафета огня пройдет по 32 муниципальным образованиям Приморского края. Команда достаточно большая. Самые главные участники – это факелоносцы. Их порядка 400 человек. Это именитые спортсмены, ветераны спорта, люди, которые внесли большой вклад в общественную культурную деятельность Приморского края, каждого муниципального образования. Ну и, соответственно, представители администраций муниципальных образований Приморского края, которые занимались подготовкой и проведением эстафеты огня на своей территории. Во встрече также приняли участие Тимур Ганеев, технический директор эстафеты огня, и Елизавета Бактимирова, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, который предстоит пронести огонь в Дальнегорске. Ну, конечно, это большая честь, это очень здорово. Я знаю, что состав факелоносцев в Дальнегорске – это такой хороший состав, спортивный. И, конечно, это двойная честь присутствовать там, быть среди них. Я знаю, что маршрут в Дальнегорске составит 3 километра. Там какой-то участок пробегу я, и я уже сообщила об этом родителям. У меня мало просто. Да, этот момент настал. И действительно нельзя таить то, что это уникальная возможность на самом деле. То есть это не то, чтобы раз в жизни может случиться, это может вообще ни с кем никогда не случиться. Поэтому, да, я действительно счастлива. Факел эстафеты весит почти 2 килограмма и сделан в форме лотоса. Всего таких факелов изготовлено 50, а с помощью транспортировочной лампы огонь прибудет из Якутии в Приморье. Также в ходе мероприятия была презентована форма участников и организаторов эстафеты огня. Она выполнена в сине-белых оттенках, символизирующих море и небо Владивостока. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.